Музей-заповедник Горки-Ленинский объект большой. Площадь более 220 гектаров, на которых расположено около 100 различных объектов, зданий и памятников. Обойти их все задача непростая, но теперь легко решаемая. У нас есть, как и обычные велосипеды, но территория очень большая и людям физически очень тяжело преодолеть расстояние, так как у нас много музейных объектов, инсталляций. Поэтому на этом велосипеде, на электровелобайке, гораздо легче преодолеть все эти расстояния. Именно музей в Горках-Ленинских первым в Московской области обзавелся электровелосипедами. Проект пилотный, а потому подошли к его реализации со всей ответственностью. У нас есть станции, есть люди, которые каждый день пригоняют, заряжают эти велосипеды, потом их расставляют, а также помогают людям сориентироваться, если возникают какие-то вопросы в эксплуатации велосипеда. Так что в этом плане у нас очень все организовано, и мы этому очень рады. Всего несколько дней электробайки используются в музей-заповеднике, но уже есть немало восторженных отзывов. Пока что у нас 20 велобайков, и мы надеемся, что в ближайшем, в ближайшем прям будущем у нас их станет больше, и получаем обратную связь, как классно, что мы внедрили такие прекрасные велосипеды. Естественно, первыми, кто начал использовать электровелосипеды, стали сами работники музея-заповедника. Тем более, что активировать байк – пара минут. Сканируем QR-код. Приложение загружается, и мы видим велобайк, московский велопрокат. Есть несколько вариантов аренды велосипеда. Официальное приложение можно через Яндекс.Гоу и через приложение для Андроид Рустор. Мы выбираем приложение, регистрируемся или входим, и уже берем в аренду велобайк. Но для посетителей, у которых есть проезд единый, они могут бесплатно пользоваться велобайком. Это будет бесплатная поездка, и также для студентов. Есть в проекте и историческая составляющая. Вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин тоже был неравнодушен к велосипедам. Он очень любил кататься на велосипеде, и он жил тогда в Швейцарии со своей супругой. И супруга поделилась с мамой Ленина, что вот у нас нет велосипедов, и как бы было бы замечательно на них кататься. И мама направила из Германии им два велосипеда, и они были безумно этому рады, и это прям для него был большой-большой восторг. Максим Козлов, Александр Логинов, Максим Константинов. Видное ТВ.